Все самое полезное и интересное, как всегда, в нашей постоянной рубрике Телетайп новостей. Славянские рисоводы празднуют победу. По итогам уборки белого золота в 2014 году наш район среди восьми рисосеющих районов Кубани занял первое место. С уборочной площади свыше 44 тысяч гектаров аграриям удалось собрать почти 322 тонны зерна риса с урожайностью свыше 72 центнеров с гектара. Самые высокие показатели по сбору главной сельхозкультуры района у агрофирм Приволи, Славянская и у закрытого акционерного общества Черноярковская. Самые веселые и находчивые собрались на днях в городском доме культуры, где прошел фестиваль молодежной лиги КВН. В юмористическом состязании приняли участие 9 команд, участники которых это школьники и студенты района, а также приглашенные гости из Анапы и Тимошевска. Ой, ребят, вчера познакомился с девушкой в ВКонтакте. Зовут Люба. Такая красивая. Правда, еще не видел. Жду вот с этапением встречи. Здравствуйте. А вы Руслан? Нет. Ну как же нет? Я Люба. Это моя подруга Марина. Мы с вами вчера познакомились в ВКонтакте, договорились здесь встретиться. А, вы, наверное, пора Руслана. Конечно. Ой, он был уже, но он ушел. Он попросил передать, чтобы перезвонить в понедельник. До свидания. Понятно. Не знакомьтесь в соцсетях, ребята. По итогам игры первое место и кубок у команды из филиала КубГУ «Случайные люди». Второе место у юмористов из Анапы. Бронзу разделили команды из Тимошевска и Славянского электротехнологического техникума. Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день проходят траурные акции и мероприятия, посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий. По данным правозащитного центра «Мемориал» в России в настоящее время живы около 800 тысяч пострадавших от политических репрессий. В их число входят также дети, оставшиеся без попечения родителей. В Славянском районе проживает около 400 человек, относящиеся к этой категории граждан. 30 октября у памятного камня, установленного в честь погибших в ходе политических репрессий, прошла панихида. Возле Свято-Успенского храма собрались те, кто пережил эти тяжелые годы, а также члены их семей. Участники панихиды возложили цветы и венки к памятному знаку, почти в память жертв политических репрессий. В районной администрации прошел оргкомитет по созданию книги о Славянском районе. В его состав вошли заместители главы района различных отраслей, руководители структурных подразделений, музейные работники. В процессе работы над книгой будут привлечены специалисты в самых различных областях. В издание обойдут не только уникальные архивные материалы, отражающие все вехи развития района, но и информация о его современном социально-экономическом развитии. Заседание провел председатель районного совета Григорий Ритовко, обозначивший важность предстоящей работы. «Время течет быстро, событий очень много. И, ну, конечно же, эта книга будет, она и о прошлом, и, наверное, туда и о войне будут страницы. И, конечно же, вы знаете, что актуально мы идем к 70-летию победы на следующий год, в Великой Отечественной войне. Ветеранов, к сожалению, остается у нас все меньше и меньше. Вот, наверное, в книге будет отражено это историческое и героическое у наших ветеранов». Подобное издание должно быть в каждой семье славянцев, чтобы каждый житель знал и гордился историей родной земли, хранил ее и передавал своим детям. В Госдуму внесен проект о запрете на продажу алкоголя лицам моложе 21 года. Первый зампредкомитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Петисов вышел с инициативы поднять возраст, с которого можно покупать спиртное. По мнению автора проекта и других членов Совета, подобная норма сможет оградить значительную часть молодого поколения от раннего пристрастия к алкоголю. Сам проект в ближайшее время будет внесен в Нижнюю палату парламента.